На праздник Третьего обретения главы пророка предтечи и крестителя Господня Иоанна митрополит Тверской Кашинский Амбрусий посетил приход Крестовоздвиженской церкви в поселке Селище Сележаровского района. Архипастер совершил божественную литургию, которая стала первой службой, совершенной архиерейским чином в этом сельском приходе. Тихое утро, начало лета. Благодать Божия разлита в природе и покрывает сельскую церковь. Все готово славить Господа. Стекаются в храм прихожане, откликаясь на колокольный звон. Начинается литургия. Отче наш, ищи на небесе, ищи на светится имя, ответа приедет царство, и это будет воля твоих на небесе на земле. Раньше в поселке Селище не было храма. Строительство церкви и воздвижение Креста Господня началось в 2002 году. Силами прихожан и благотворителей управились за четыре года. Со временем сделали иконостас, построили колокольню, установили колокола. Третье обретение главы Иоанна Претечи, воспоминаемое в этот день, состоялось в середине IX века. Прежде, во время гонений в Константинополе, глава святого Иоанна Претечи была перенесена в город Имессу, оттуда в Каманы. И там, в период иконоборческих гонений, ее сокрыли в земле. А когда иконопочитание было восстановлено, константинопольскому патриарху Игнатию в видении было указано место, где скрыта святыня. Ее действительно нашли и перенесли в столицу Византии. В наше время часть главы находится на святой горе Афон. По окончании богослужения митрополит Амросий поздравил с праздничным днем прихожан и гостей храма. Сегодня читалась Евангелие, посвященная памяти Иоанна Претечи. И в нем были слова о том, что Царствие Небесное всегда восхищается усилием, приобретается усилием. Усилия нередко в жизни человеческой почему-то ассоциируются с такими трудностями, которые доставляют неудовольствие, которые лишают его радости, надежды, которые портят настроение. И почему-то именно с таким знаком очень многие люди воспринимают христианство. Но только те, которые в терпении это усилие являют, они достигают результата. Они раскрываются и расцветают как личности. И не только сами получают некую основу в жизни, но и потом становятся для других такой основой, передавая жизненный опыт, профессиональный опыт, знания. А если говорить о жизни в церкви, то, конечно же, веру и пример жизни по вере. По окончании богослужения архипастер благословил каждого из прихожан и разделил с молившимися за литургией трапезу.